Здравствуйте, друзья! Вы смотрите еженедельный дайджест IT-портала GESIT. Оставайтесь возле экранов, если хотите знать самые главные новости хай-тек индустрии за период с 4 по 10 февраля. Один из аналитиков Royal Bank of Canada утверждает, что доход Nvidia от сегмента криптовалют и блокчейна достиг 2 миллиардов долларов, хотя сама компания сообщает о сумме втрое меньше. Взяв за основу период с апреля 2017 по июль 2018 годов, эксперт рассчитал, что продажи видеокарт в этот промежуток времени должны были сгенерировать 2,8 миллиардов долларов доходов. Более 70% этой суммы получила Nvidia, а остальное ушло AMD. Однако на прошлой неделе компания сообщила о пересмотре финансового прогноза в сторону сокращения доходов. По мнению аналитика, Nvidia делает это, чтобы успокоить инвесторов. В октябре 2018 стоимостью акций достигла максимума за всю историю, но затем последовало двукратное падение. Если бы инвесторы узнали, как сильно компания пострадала от лопнувшего майнингового пузыря, то это могло бы повлечь дальнейшее снижение курса акций. Если вы покупаете комплектующие в иностранных интернет-магазинах, то будьте осторожны, в Азии замечена контрафактная продукция компании MSI по очень низким ценам. Пираты используют фирменный логотип, за которым скрывается фальшивка сомнительного качества. И не факт, что вы вообще что-то получите, покупая товар на таких площадках. Поэтому MSI настоятельно рекомендует обращаться только к авторизированным дистрибьюторам и онлайн-магазинам. В таком случае вы можете быть уверены в качестве товара, а в случае поломки гарантированно получите сервисное обслуживание. Не секрет, что в процессорах Intel Core 9-го поколения используется припой для снижения рабочих температур. Но оказалось, что эти могут похвастать лишь модели K-серии с разблокированным множителем. В сети появилось фото процессоров Core i5-9400F и 9600K, на котором хорошо видно не только использование разных термоинтерфейсов, но и разные габариты самих кристаллов. Ответ на вопрос, как так получилось, пользователи нашли на сайте все тоже компании MSI. Там появились процессоры серии Core i5-9400 со степпингом P0 и U0. Первый вариант изготовлен на базе восьмиядерного кристалла с отключением двух ядер и использованием припоя. А второй создан на базе шестиядерного чипа с обычной термопастой. Отсюда и разница в размерах и наличие более эффективного термоинтерфейса. В данный момент флагманом мобильной линейки процессоров Intel является шестиядерная модель Core i9-8950HK, которая относится к восьмому поколению. Но вскоре все может измениться. Известный тайландский блогер Тум Аписак поделился скриншотом тестирования процессора i9-9980HK. Это представитель девятого поколения, который имеет восемь ядер с поддержкой шестнадцати поточного режима работы. Базовая частота новинки составляет 2,4 ГГц, что похоже на правду, учитывая возросшее количество ядер. А вот динамическую скорость программе определить не удалось. Вполне возможно, что для одного-двух ядер она будет на уровне 4,8 ГГц, как у текущего флагмана. Дата анонса и ценник новинки пока неизвестны. Компания Adobe всерьез задумалась о разработке собственного процессора. Конечно, речь идет не о создании рабочего образца с нуля, а о лицензировании ARM-дизайна, что позволит оптимизировать работу своих приложений. С одной стороны, она может пойти по пути Facebook или Google, интегрировав CPU в собственные дата-центры. Сейчас для этих целей она использует мощности Amazon и Microsoft. Другой путь – кооперация с производителями готовых компьютеров. Такие сборки смогут выполнять все обычные задачи, но при этом ускорят работу программ Adobe. Также в последнее время компания активизирует свои усилия в сфере разработки искусственного интеллекта. И вполне возможно, процессор ей нужен для этих задач. Одним словом, ждем официальных заявлений. 7 февраля стартовали продажи видеокарты AMD Radeon 7, а один из популярных IT-порталов уже успел разобрать эталонную версию. Ключевым элементом ее дизайна является 7-нанометровый GPU Vega 20. На одной подложке с ним находится 4 стека HBM2 памяти общим объемом 16 ГБ. Для контакта графического процессора с кулером используется не обычная термопаста, а графитовая термопрокладка от Hitachi. Ее показатель теплопроводимости лежит в диапазоне 40-90 Вт на метр Кельвинов. По трем сторонам от GPU находятся фазы подсистемы питания, которые включают в себя микросхемы IR. Кулер новинки включает в себя испарительную камеру, 5 медных 10-мм тепловых трубок, алюминиевый радиатор и 3 75-мм осевых вентилятора. Вся эта конструкция также охлаждает блок VRM. Впрочем, приобрести новую видеокарту будет совсем непросто. Пока на рынке доступны лишь эталонные модели, и то в ограниченном количестве. Со своей стороны AMD заявила, что разрешила партнерам создавать полностью модифицированные версии, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Вот только даже наиболее близкие к ней компании Sapphire и PowerColor не спешат с анонсом. Возможно, причина кроется в небольшом количестве доступных графических чипов, что замедляет процесс сборки. Или партнеры просто не видят перспектив в выпуске модифицированных версий. Так что остается немного подождать и посмотреть, какой из двух сценариев окажется правдой. Наконец-то и в арсенале компании MSI появились видеокарты серии Radeon RX 590. Пока речь идет о двух моделях, которые относятся к линейке Armor и отличаются разгоном GPU. 8 гигабайт GDDR5 памяти в обоих случаях трудятся на эталонной частоте. За охлаждение внутренних узлов отвечает фирменный кулер, который получил минимум 3 тепловые трубки и пару осевых вентиляторов Torx Fans на базе двойных шарикоподшипников. А для корректной работы ускорителю необходимо подключение двух восьмиконтактных коннекторов PCI-E. О стоимости новинок и дате начала продаж пока ничего не известно. Модельный ряд продуктов ASUS TUF пополнился двумя компактными видеокартами семейства GeForce RTX 2060. Обе модели используют одинаковую подсистему видеопамяти, но отличаются разными частотами GPU. За охлаждение этих компонентов отвечает двуслотовый кулер, который включает в себя несколько медных тепловых трубок, алюминиевый радиатор и пару осевых вентиляторов на базе двойных шарикоподшипников. Также новинки могут похвастать прохождением 144-часового теста на стабильность и совместимостью с другими компонентами экосистемы TUF Gaming. Компания Seagate уже в этом году планирует вывести на рынок две инновационные новинки. Первая – это 16-терабайтный жесткий диск, который создан на основе технологии Hammer. Также производитель сообщил, что уже тестирует новое поколение, которое позволит создать накопитель объемом 24 терабайта. А в роли второй новинки выступает 14-терабайтный HDD с двумя силовыми приводами на базе технологии Mac 2. Скорость чения в нем достигает 500 мегабайт в секунду, что соответствует показателю SSD. Стоимость дисков пока не озвучена. Помните, как в прошлом дайджесте мы интересовались, каким смартфоном вы владеете? Так вот, на сайте немецкого федерального ведомства по радиационной защите появился список мобильных устройств с показателем SAR. Это коэффициент поглощения электромагнитной энергии, который измеряет величину вредного воздействия на человека. Самыми «грязными» оказались смартфоны Xiaomi, OnePlus и большинство айфонов. А в списке самых безопасных лидируют модели Samsung и несколько представителей ZTE, LG и Moto. При желании вы можете найти свой аппарат в базе данных и, конечно же, поделиться результатом в комментариях. Если он ниже 0.6, стать персонажем фэлаут вам не удастся. Бесплатный сервис VPN уже полюбился обладателям десктопного браузера Opera. А теперь его преимуществами смогут воспользоваться и владельцы Android-устройств. Вам больше не нужно скачивать дополнительные приложения, чтобы спрятать свой IP-адрес. Достаточно зайти в настройки браузера и активировать VPN. Более того, Opera не сохраняет журнал событий, поэтому все поисковые данные не станут достоянием хакеров, если вы подключитесь к публичной сети Wi-Fi. Пока эта функция находится в режиме тестирования, но сам браузер уже доступен для скачивания в магазине Google Play. Все мы знаем, насколько бесполезными могут быть сообщения об ошибках Windows 10. Они переполнены техническими терминами, ссылаются на какую-то статью в базе знаний и часто вообще не помогают решить проблему. Но в апрельском обновлении ситуация должна измениться. Например, если какие-либо программы будут мешать апдейту, то в сообщении вы найдете название этих приложений и список конкретных действий. Подобный подход будет внедрен и для других ошибок. Скандал между писателем Анжеем Сапковским и студией CD Projekt Red завершился хэппи-эндом. Ранее, когда разработчик обращался за правами к автору книжной саги о Ведьмаке Геральте, тот предпочел фиксированную сумму всего в 9 тысяч долларов вместо процента от прибыли. Но после феноменального успеха игры представители Сапковского потребовали выплатить писателю около 16 миллионов долларов компенсации. Вот так он продешевил вначале 9 тысяч долларов против 16 миллионов. Теперь стало известно, что стороны пришли к обоюдному соглашению. Разработчик все же выплатит Сапковскому некоторую сумму, но она будет значительно ниже заявленной. При этом сама студия расценивает это как проявление уважения к автору, которое сохранит здоровые отношения между ними. Ну что, проверили свой смартфон? Возникло желание купить костюм химзащиты, противогаз или сделать шапочку из фольги? В любом случае оставайтесь с нами, мы поделимся самыми чистыми обзорами новых гаджетов. В понедельник мы опубликовали обзор корпуса серии Deepcool Matrix 55. Попавшая на тест модель с ценником 90 долларов предлагает хорошее качество сборки, удобную компоновку и эффектный дизайн. Помимо закаленного стекла на боковой и фронтальной панели, здесь присутствуют три предустановленных вентилятора с RGB-подсветкой и возможностью синхронизации. Также новинка порадует хорошей совместимостью с габаритными комплектующими и удобством их монтажа. На следующий день мы решили удивить читателей геймплейным тестом видеокарты GeForce GTX 970. Хотите знать, что стало с некогда топовой моделью спустя 4 года после ее релиза? Есть ли критическое падение производительности при заполнении видеобуфера? И стоит ли нынешним владельцам обновляться на более новой модели? 40 игр в народном разрешении помогут вам разобраться. В среду пришла очередь обзору процессорной СВО Deepcool Gamax L240. Главной изюминкой этой модели является RGB-иллюминация. Подсвечиваются вентиляторы и водоблок, а все буйство красок можно легко синхронизировать с другими компонентами системы. В плане эффективности вы вправе рассчитывать на хороший разгон современных процессоров при сохранении акустического комфорта. Также новинка порадует надежным креплением и поддержкой всех актуальных платформ. На следующий день был представлен обзор игровой мышки Cooler Master Master Mouse 830. Являясь флагманом серии, она предлагает качественную сборку, удобную эргономику для правшей, топовый оптический сенсор на 24000 DPI и весьма интересное решение в виде четырех кнопок на левой боковине. В умилых руках это станет реальным преимуществом в играх с жанром MOBA и MMO. Также не обошлось без стильной подсветки и OLED-экрана, на которые можно вывести полезную информацию. И наконец в пятницу мы решили выяснить, на чем стоит экономить при покупке телевизора. К нам в руки попала 55-дюймовая 4К модель от бренда Vingo с поддержкой Smart TV, четырехъядерным процессором и операционной системой Android 7.0. Также она предлагает хороший набор внешних интерфейсов, встроенный цифровой тюнер и беспроводной модуль Wi-Fi. Поэтому пользователь сможет без проблем просматривать потоковое видео, слушать музыку, устанавливать приложения или простенькие игры. Ну а на этом все друзья, такие новости и обзоры были у нас на сайте на прошедшей неделе. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь и до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok